Добрый день! Добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса Меня зовут Алексей Красиков Здравствуйте! Этот сайт посвящен неврозам, панической атаке или паническому расстройству генерализованному тревожному расстройству обсессивно-компульсивному расстройству, социофобии и прочим невротическим расстройствам, связанным со стрессом и самотоформным расстройством Несмотря на то, что это раздел медицинский мы говорим о немедицинской психотерапии которая подразумевает в себе когнитивно-поведенческую терапию психоанализ, гештальт, интеграцию всевозможных других методов Если вам повезло и вы смотрите этот ролик впервые и вас интересуют темы вегетососудистой дистонии, НЦД, ВСД вас беспокоят какие-то вегетативные телесные проявления всевозможного характера сверху донизу вам кажется, что вы умираете, что вам плохо, что у вас лезут какие-то навязчивые мысли в голову то вы кого-то убьете, то вы что-то с собой сделаете то вы сойдете с ума, то вы потеряете над собой контроль то вы задохнетесь, то вы умрете в общем, этот портал для вас присоединяйтесь обязательно посмотрите бесплатные видео-лекции, которые вы видите в Ютьюбе или в Яндексе, или ВКонтакте их более чем достаточно поверьте, тот материал, который удалось снять за несколько лет он охватывает себе огромный пласт психотерапии если посмотреть все эти ролики хорошо и внимательно то вы будете очень неплохо разбираться по просьбе трудящихся и от себя лично сегодня тема лекции это обсессивно-компульсивное расстройство или ОКР, или ООСИД по DSM, Obsession Compulsive Disorder или неврозно-вещих состояний я буду сегодня с ушами, потому что так мне кажется, лучше меня слышно вот, единственное, что мне немножко мешает блик очков, но у меня глаза устают от монитора поэтому очки снимать не буду итак, прежде чем мы переступим к лекции по обсессивно-компульсивному расстройству давайте немножко о новинках потому что есть новости, которые хочется вам рассказать первое, вы уже знаете, что у меня есть директор который отвечает за средства массовой информации за коммуникации, за юридическое сопровождение и за организационные вопросы его зовут Максим Вячеславович он есть у меня ВКонтакте он есть у меня во всех социальных сетях есть телефон прямой московский номер по которому вы можете позвонить и поговорить с ним по поводу консультации по поводу сотрудничества телефон указан на сайте также вы можете написать письмо если вы не из России или написать ему в социальных сетях я не хочу понтоваться но у меня около полутора тысяч неотвеченных сообщений ВКонтакте и мне это немножко напрягает потому что я представляю какое огромное количество людей пытаются получить ответ пытаются получить консультацию но я могу работать с ограниченным количеством людей не из-за того что я такой какой-то там с короной высокая а потому что есть ресурс человеческий я и так перерабатываю по нормативам где-то в три раза больше чем положено в этой профессии по некоторым нормативам я работаю 6 дней в неделю примерно по 7 часов в день личного консультирования и группового подряд практически там с паузами но тем не менее плюс заканчиваю свою переподготовку вторую переподготовка будет когнитивно-аналитический психотерапевт значит к психотерапии и кстати к этому моменту вот это первое по поводу Максима значит звоните пишите для чего это надо чтобы вас не потерять чтобы вы были на связи чтобы о любых новинках о освобожденных местах о формировании групп вебинаров о бесплатных там мастер-классах семинарах о выходах новых информационных блоков вы будете узнавать моментально об этом вот и не пропустите свободное место или свободное место в личке в группе там и так далее вот это первый момент по поводу Максима второй момент один из сюрпризов которые я готовлю их будет много но первый это тот и самый главный приоткрою завесу так сказать интриги у меня я наконец-то закончил формулирование и тестирование методологии которые я так долго для вас готовил значит в чем фишка да этой методологии я взял разные методы я учился в институте психоанализа 18 примерно направлением плюс 19 моя специализация это когнитивно-провиденческая когнитивно-аналитическая психотерапия и я взял посмотрел на это все достаточно трезвыми как мне показалось глазами и понял что по большому-то счету все методы говорят об одном и том же я сегодня вам это покажу и нарисую но как-то эти методы порой друг с другом конфликтуют порой друг друга немножко опровергают поэтому придя к когнитивно-провиденческому терапевту вам говорят одну теорию придя к гештальтерапевту вам говорят другую теорию придя к психоаналитику фрейдисту вам говорят одну теорию придя к юнгианскому психоаналитику вам говорят вообще третью теорию придя к телесному терапевту вам говорят что по другому короче кому бы вы ни пришли везде все по-разному и вот здесь есть косичок да такой небольшой психотерапевтического сообщества Потому что каждый гнёт свою линию, у каждого своя религия, у каждого своя концепция, у каждого свои методы И человек, который в этом не силён, естественно, а вы не должны в этом разбираться Он начинает путаться, этот говорил так, этот говорил так, в этой книге написано от этого, в этой книге написано от этого Чёрт поверь, что делать, врачи говорят, у вас ВСД, врачи непонятные, психотерапевтики странные, друг другу противоречащие Крессиков говорит одно, этот говорит другое, 5, 10, 8, 12 В итоге получается каша в голове и ужас Это был первый мой тезис, почему я решил сделать единую методологию Чтобы обобщить 5-6 методов и подходов и направить их на конкретный результат Потому что психотерапия главный результат Как мне кажется, во всяком случае И второй тезис в том, что многое количество людей не могли И подчас не могут использовать консультации личные или групповые по разным обстоятельствам И я сделал такую поэтапную систему работы Которую удалось опробировать и удалось показать эффективность И она подходит как и для психологов, которые хотят учиться Так и для клиентов, которые могут с помощью этой методики самостоятельно Как справиться с панической атакой Так и справиться с агурафобией Как справиться с ритуалами Так же справиться с навязчивыми мыслями, навязчивым поведением Так же, вот я на эту тему сегодня консультировался с одним человеком Он говорит, слушай, действительно получается То есть с помощью определенного алгоритма Можно будет найти то самое внутреннее противоречие Которое и вызывает у вас напряжение Которое вы изначально принимали за какой-то приступ То есть то, что мы называем интрапсихическим конфликтом Это психодинамическая концепция Поскольку я все-таки привержен к психодинамической концепции Плюс когнитивные как убеждения Но я считаю, что они все-таки рядом на самом деле Что убеждения, что внутренний конфликт Они все-таки можно их сочетать Пока не буду говорить, какие методы Я включил в эту концепцию Их хорошо знают ребята, которые занимаются со мной в группе Мы как раз прям по этим системам идем Об этом все вы... И, кстати говоря, на группах-то, собственно говоря, это и апробировано На многих группах, не на всех Но вот на некоторых И результат, который... Помните, я вам говорил, что в группе результат порой эффективней Потому что это как раз на них и было показано Я смотрел, как ребята осознают Сначала этот этап, потом этот этап, потом это и это И я это, знаете, как сделал? Я это сделал на примере схем Потому что я все-таки человек системный Схемы, таблицы, алгоритмы Схема, таблица, алгоритмы Поэтому то, что мы сделали с моим другом и моей командой Это четкие схемы, четкие таблицы, четкие алгоритмы То есть делай раз, делай два, делай три Делай раз, делай два, делай три И ты все начинаешь понимать Единственное, что вам нужно сделать, это просто сделать это, это и это Ничего сложного Не надо ничего вот копаться, рыть Просто взял, посмотрел, записал Так, 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 ага А здесь так, 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 ага Блокнотики, все бумажки С эти самые тезисы Все-все-все схемы и так далее Сразу скажу, это не книга Это, ну, книгу писать на эту тему Повторяться не хочется Это отдельная тематика Это методология Вот, поэтому все вы увидите на сайте То есть получилось наконец-то сделать Мы рады вам будем это представить Значит, помимо этого на сайте Будут проходить регулярные онлайн-трансляции Или онлайн-лекции, вебинары С разными Давайте я все-таки попробую как-то вот это вот Вот так вот сделать, потому что мне неудобно О, вот так будет Значит, на сайте будет проходить вебинар Помимо очных и групповых занятий Вебинары будут с врачами, с психиатрами С психологами, с психотерапевтами И первый Мы с Дмитрием Викторовичем проводили вебинар Дмитрием Викторовичем мы продолжим проводить вебинар Но на открытие сайта В преддверии открытия мы проведем онлайн-вебинар С профессором Московского института психоанализа Заведующим кафедрой когнитивно-аналитической и когнитивно-поведенческой психотерапии С членом союза писателей Александра Абрамовича Фамилию скажу потом Дабы сохранить небольшую интрибу Значит, Александр Абрамович и я Будем разговаривать два с половиной часа Мы с ним из разных поколений Он старше меня на несколько Ну прилично Лет на 30, может даже больше И мы будем говорить о такой теме Причем здесь детство Ну и часов Как детские отношения Формируют неврозы Формируют и депрессии И всевозможные поведения И сбегания И вегетативное напряжение И так далее и тому подобное То есть мы ответим на вопрос Я отвечу со своей позиции Когнитивно-поведенческой Александр Абрамович будет рассказывать вам Как классический психоаналитик Ну, современный Не фрейдист Но такой Современный психоаналитик С сединами В возрасте С практикой Огромной Да Как детство Откликается Наши сегодняшних Симптомах Потому что Вот этот детский сад О том, что детство трогать не надо И это, конечно, смешно Все мои ребята Кто в группе занимается Кто индивидуально занимается Они уже давно-давно Провели параллель Что вот детство Вот я Вот детство Вот я И они говорят Блин, обалдеть Да Причем параллели Порой бывают очень идентичны Вот у меня было В группе недавно занятие Две девочки Одна говорит это Вторая говорит это Я говорю Слушайте, а вы не видите, что вы похожи? Они такие Да, мы как раз сидим об этом думаем Что у этой девочки с отцом Такие отношения У этой девочки с отцом Такие отношения И такие же симптомы в настоящем И такое же поведение Вот это вы все узнаете Поэтому Скорый вебинар Примерно через 2-3 недели Анонс вы увидите Еще дополнительно отдельно Но тем не менее Уже можно Делать себе Заявочку в голове Кому интересно Услышать профессора Услышать Еще раз меня онлайн И Мы вам покажем С конкретными примерами Как детство связано С проблематикой Сегодняшнего дня Приглашаю Как клиентов Так и Студентов наших Так и Наших коллег Вот Дальше Отвечу на популярный вопрос Который Мне задают И приступим к Лекции по КР Да, значит Лекция опять не получится Короткой Не могу я коротко Но Поскольку я записываю Лекции не так часто Думаю, что вы меня потерпите В течение часа Может быть с небольшим Да Потому что много пишут И хочется с вами поговорить Хоть Я немножко пока Односторонний Но тем не менее Думаю, вам Многим это интересно Вот Это по поводу Максима Это по поводу Нового сайта И тех технологий Которые все-таки Получилось сделать А методология Огромная Вот Сейчас я вам покажу Что вам показать Давайте я вам покажу Вот Во-первых У меня Знаете Какая интересная Штука У меня все клиенты Они В разных папках Да То есть Есть красная папка Есть зеленая Есть желтая Что что означает Говорить не буду Да Но Все очень систематизировано Да Технологически Я очень люблю системность И Вот методология Которую я На новом сайте Она Вот Вот она В двух таких Вот Помещается Штуках Тут и схемы И таблицы И все 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 И алгоритмы Вопросов Алгоритмы Диалогов Алгоритмы Диалогов Самим собой Кто будет Самостоятельно Делать Но работает И во всяком случае Симптоматику Убирает Не убирает Чудо А вы сами Понимаете Сами с ней Работаете Она редуцирует То есть Тухнет Вот И последнее По поводу учебы Много ребят Молодых Молодых людей Девушек Юношей Спрашивают Куда пойти учиться Как научиться Этому Где вы учились Я учился В Московском институте Психоанализа Там же Прохожу Переподготовка Еще я летал В Питер На дополнительные Тренинги Я продолжу Суперподготовку Дальше Потому что Считаю Что не хочется Мне останавливаться И всегда Есть чему Поучиться Вот Но Хочу вам сказать Следующее Что Не воспринимайте Любой вуз Там Начиная с высшего И рейтинга М.1 Да А у нас В институте Есть МГУ Кафедра МГУ Называется Она Genesis Practic Это Как раз Кампус МГУ Московская Именно Ломоносова И поверьте Я вижу Многое Студентов Из Высшего Учебного Заведения Номер 1 Российской Федерации Из других По рейтингу И разных И психоаналитиков И юнгианцев И фрейдистов И гештальтистов И когнитивщиков И телесников И психиатров С медицинским подходом Клинических Психологов И социальных Работников Социальных Психологов Детских Психологов Поверьте Людей Вижу много И со всеми Говорю И со всеми Меняемся Мнениями И я вам хочу Сказать следующее Что не уповайте На институт Институт Вам дает Базовые знания Примерно Так же Как и если бы Вы пришли Допустим К Пикассо И говорите Научи меня рисовать Ну что он вам даст Он вам даст Правила композиции Правила Блика Фигуры Свет Тень Да Композиция Правила Композиции Правила Этой Перспективы Правила Света Тени Блики Ну и наверное Правила Штриховки Вот такие Особые Основные Основы Которые он вам даст А дальше Уже Кто Как Развивает Свой талант Если он вообще Есть Поэтому Имейте ввиду Что Нельзя Сдождать От тысячи Выпускников Вузов Как медицинских Так и психологических Гениальных Результатов Даже если он Учится В очень пафосном Месте Как мы видим На практике Эффективных Хирургов Эффективных Врачей Эффективных Психологов И психотерапевтов Как бы их ни Выпускается Каждый год Тысячи Тысячи Вузов Но Результат От этого Не тысячный Да Поэтому Тезис Какой Если у вас Есть талант Вы его Разовьете По любому Даже если Вы будете Учиться В плохом Институте Даже если Вы будете Учиться Сначала Не там Где надо Даже если Вы будете Иссвечать Этот метод Потом этот Если у вас Есть способности И если у вас Есть внутренняя Харизма Составляющая Психотерапевта Это не знание Но не только знание Почему Потому что Я знаю много Девушек и юноши У которых Академических знаний В психологии Очень много Но применить С клиентом Они их не могут Вообще То есть Он может сидеть Допустим Там На кафедре Мы с ним можем Разговаривать Да Это кошки Там Вот Он все Прекрасно знает Методологию Происхождение Теология Патогенез Все Он раскладывает С один спецклиентом Язык Все Не может ничего Да Или Вообще теряется Куда Чего А 2-3 клиента У него в день Все Он потерялся Или Еще там Другие проблемы Личного характера Потому что Не все психологи Считают Что им нужна Личная терапия Я же психолог Какая мне личная терапия Я сам Кого хочешь Вылечу Большая ошибка По текущему Психотерапевту Обязательно Личная терапия Или супервизия Раз в неделю Это лично Мое мнение Кто-то может быть С этим не согласен Потому что Много будете Приносить Своего В клиента Вот Есть У меня знакомый Молодой парень Начинающий Психотерапевт Он пытается Всех Подстроить Под себя А у меня А у меня Было так Значит У вас Так же А вот У меня Были Панические Атаки У меня Были Проблемы Так Я так Справился Значит Ты так Справишься Кому-то Это Может быть Где-то Близко Будет Но В большинстве Слочиев Это Мимо А если Уж Говорить Про Такую Тему Как Внутренние Конфликты Его Происхождение И Способ Его решения То Это Вообще Почему Здесь Поэтому Личная Терапия И Поймите Что Это Либо Есть Либо Нет Вы Это Сразу Поймете Вы Попробуете Сразу Это Поймете Потому Что Процентов 20 Только Начинают В этой Профессии Работать Потому Что 80 Понимают Что Это Просто Не Их Они Потыркаются Потыркаются Пару Тройку Сессий Проведут И На этом Все Заканчивается Поэтому К вопросу Обучения Подходите К этому Как К Такой Попытке Поиска Того Что Хочу ли я Этим Заниматься Если Да То В каком Методе Испытывайте Метод Этот 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 Смотрите Какой Метод Ближе Вам И Подумайте Что Вы Вообще Можете Принести В психотерапию И Просто Повторять Какой-то Метод Но Лично Мне Неинтересно Кто Следит За Моей Деятельностью Видели Что Я Всегда Стараюсь Приносить Во-первых Я ничего Честно Вам скажу Я ничего Гениального Не изобрел То есть Никакого Метода Никакого Концептуального Открытия Я не делал Я взял Уже наработанные За предыдущие Десятилетия И столетия Методологии Увидел Их противоречия И увидел Какому Методу Не хватает Чуть-чуть От этого Какому методу Не хватает От этого От этого От этого Соединил Как мне показалось Самое Эффективное Из каждого И систематизировал Это в единую Систему То есть Занимаясь По этой Программе Вы Как бы Проходите И по когнитивке И по этому И по этому И по этому И по этому И в результате Получается То Что мы Сделали Логотип Такая Разноцветная Такая Штука Кто-то видит В этом Лотос Кто-то видит В этом Крылье Кто-то видит В этом Радугу Кто-то видит В этом Еще что-то Это Такой Символ Некой Гармонизации Левой Правой Стороны Можно сказать Полушария Можно сказать Тело Разум Как Кто-то Как хочет Интерпретировать Тем Мне Понравился Этот Логотип Вот Но это Некая Гармонизация Потому что Один Метод Чистый Психоанализ Чистая Когнитивка Чистая Бихвеоральная Она Все-таки Узка Для Современного Мира А как Мне кажется Современный Человек Житель Современного 2013 Года Он Должен Быть Разносторонним Как И В Своей Жизни Так И в Подкованности Психотерапевта Вот Поэтому Такой Разносторонний Метод Получилось Синтезировать И Апробировать Его То есть Это Синергия Методов Ну что ж Окей 20 минут Уже Проболтал Давайте Начинать УКР Итак Обсессивно Компульсивное Расстройство Я буду Рисовать Как вы уже Поняли Мне это нравится Я буду Рисовать И буду Вам Показывать Значит Прежде чем Говорить Об Обсессивно Компульсивном Расстройстве Мы разделим ОКР На Обсессии И Компульсии Обсессии Это Навязчивые Мысли Компульсии Это Навязчивые Действия Они же Ритуалы Невроз Навязчивых Состояний Туда же Поехали Давайте Поговорим Сначала О Ритуалах Как Он Формируется Давайте Для начала Вспомним Что такое Ритуал И Этот Ритуал Или Как Важно Имеет Какая Важность Имеет Поведение Вспомним На примере Классической Панической Атаки Все Помнят Я буду Рисовать Здесь Сейчас Подождите Я возьму Только Чистую Плакнот Чистый Мне Нужно Чистый Видно Видно Давайте Вспомним Как На примере Как Формируется Ритуал На примере Классической Панической Атаки Только Тут Будет Момент С избеганием Сагорофобией Я Сейчас Вам Покажу Как Формируется В целом Концепция Ритуала Вот У нас Допустим Было Какое То Место Допустим Метро В котором Вы Испытали Вегетативное Напряжение Там У вас Сердечко Застучало Или Вам Показалось Что Вы Умираете Ну Каком Горле И так Далее Что Небось Вы Испытали Я Просто Напоминаю Я знаю Что вы Это Все Знаете Но Тем Не Менее Вы Испытали Страх От Страха Выделился Инстинкт Ну Произошел Инстинкт Самосохранения Адреналин Адреналин Соответственно Еще раз Простимулировал Вегетативную Нервную Систему И у вас Мысль Точно Помираю Точно Смерть Значит Да Точно Смерть И вот Тут У команды Адреналин Есть команда Бей Беги Спасайся Если Некуда Бежать Пипец Если Есть Куда Побежали Если Не спасайся Не беги То Замри И умирай Это И есть Замри Некуда Бежать Ааа Мама Метро Закрыто По голове Не побегу И вот Здесь Идет Команда Команда Что делать И тут Идет У мозга Оценка Что Я Делаю То есть Действие Какое Идет И вот Это Действие Во время Панической Атаки Будет Являться Очень Ритуалов Смотрите Ну допустим Вы выбежали На улицу И подышали Кислородом Или съели Таблетку Там Кого-то Попросили Или Позвонили Маме Мужу Или еще Что-то Вот это Действие Вы запомнили И в следующий Раз Когда вы будете Попадать В похожую Историю В метро В автобусе Вы будете Обрастать Подобными Действиями И у вас Появляется Связь Метро Если будет Плохо Убеги По таблетку Потом мы начинаем Не ездить с таблет Ездить с таблеткой Или избегать Уже Этих действий Так формируется Агорафобия Как избегание А есть ритуалы Допустим У меня Стучало сердечко Поплохело Померило давление Отпустило И вот она У меня так По 40 раз в день Меряет давление Пульс меряет Давление меряет Потому что Ей кажется Что действие Принесет облегчение У меня так Мозг запомнил Вот примерно По этой самой схеме Формируется ритуал Смотрите как Возьмем Такой Один из классических Классических моментов Это ритуал чистоты А психиатры с ним знакомы Кто-то тоже Когда человек Постоянно моет руки Отряхается Квартиру убирает Смотрите что происходит А Забыл сказать Что В формировании Вот этой вот штуки Это же не просто так случилось Я в метро поехал Мне тут вегетативно Плохо стало Я вегетативно Стала напряжена Не просто так От метро А потому что У нее в психике Есть внутренний конфликт Который она не осознавала Этот внутренний конфликт Дает ей вегетативное напряжение Но она его не видит Ей кажется Что это приступ Она его По караулу Побежали Она не видит вот этого Точно так же И в ОКР Как и в паническом расстройстве Один в один Есть центральный Как говорит Мой профессор Есть центральная тема Конфликтных отношений Есть вот центральный конфликт Он детермируем Вы его не видите Он вызывает напряжение Я вот тут нарисую Он называет напряжение Это напряжение Должно куда-то сублимироваться То есть куда-то выйти И вот тут я вам сейчас нарисую Как у кого формируется Тревожное расстройство А у кого формируются Вот именно Ритуальные такие мысли То есть не тревожные А обсессии Компульс Или тревога Смотрите Если у человека Пошел вектор Сейчас я не буду рассказывать Почему Куда Даже не вектор А этот Вытеснение Пошло в тело Оно по-любому туда идет В вегетативную систему Внутренний конфликт Вот вы испытали симптоматику Тахикардии Нехватку воздуха Если у человека Есть определенные факторы И он вышел в защитные механизмы Фобические Или тревожные Он стал бояться сердца Там еще чего-то То это будет Тревожное расстройство Или паническое Если тут есть паническая атака Если панической атаки нет То будет генерализованное Тревожное А если у него Если он вышел Не тело Вот этот самый конфликт Внутренний Ну я вот так вот сделаю Все то же самое А он вышел Смотрите что произошло Ну давайте допустим Познакомьтесь Девушка Маша Есть центральная тема Внутреннего конфликта Которую она не осознает А сейчас я вам скажу В чем там была проблема И она В определенный момент Психотравмирующей ситуации Совершенно случайно На кухне Испачкалась мукой И испачкалась Достаточно активно Ну прилично так Рассыпала муку на себя И в этот самый момент Стряхивание на руках Мало ли что-то осталось Потом чаще помыть руки Чаще стряхивать Потом чистить Гладить В итоге Маша наша пришла к тому Что она в принципе Потом Постоянно себя стряхивала Крошки Шерсть Волосы Ей казалось Что все это Она как-то не очистилась И только потом Она обратилась К психотерапевту Мука Не причина Мука Лишь триггер Который это все запустило Есть центральная тема Которую Маша не видит И потом Формируется такой ритуал А в центральной теме На самом деле Под этим моментом Ну Была такая тема Что я Метафорично грязная Я Плохая Порочная Грязная Нечистая Да В области метафоры И вот эта область метафоры Я грязная Я нечистая Я порочная Доминируется В такую интересную Навязчивую идею И есть такой ритуал Который приносит И облегчение Как бессознательно Так и сознательно Так формируется ритуал Ну или допустим Ритуал Который Если Я что-то не сделаю День не задастся То есть Там надо сделать что-то Так-то Надо перешагнуть Несколько раз Через порог Чтобы Потому что Есть центральная тема Которая Формирует Напряжение Но выходит Не в вегетатику А уходит В виде Разряженных Таких компульсий Чтобы мне стало легче На эту тему Тоже есть Концептуальная терапия Которую я Мы сделали Да А теперь Как формируются Обсессии Это ритуалы Они бывают Чистоты Они бывают Бытовые Они бывают Такие Социальные Да Где нужно Конкретно Мышку Переставить Там Перешагнуть Кружку Еще что-то Вот допустим Есть молодой человек Парень Его зовут Сэм Да Он достаточно Молодой Есть центральная тема Проблемы Что он думает О себе И как он думает Об окружающих Мы уже с ним Это разобрали Сейчас он уже Это понимает Но до этого Он не понимал До этого У него были только Ритуалы Он перешагивал Через порог Туда обратно Постоянно Кружки туда-сюда Ставил Не мог понять Что происходит Но Суть проблемы Оказалось В социальных взаимодействиях С обществом И взаимодействии С близкими людьми И пока мы Не начали Естественно Работать с этим Взаимодействием С обществом И нашли С мамой Выход Из такого Социального Некой Некой Социальной Ловушки Потому что Там так получилось Да Там языковый Барьер Все дела Вот тогда Человек Стал Более Адаптивный Более Энергичный Его Ритуалы Стали Более Контролируемы Их стало Все меньше 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 Он эмоционально Изменился Вот И Прогресс Налицо Как говорится Вот Есть еще Такой пример Допустим Человек Мерит 30 раз В день Давление Да Тут есть Структура Кардиофобия Но Тем не менее Вот это Компульсивное Действие Мерить давление Это тоже Самый Ритуал Мне страшно Я напряжена Померяю Мне станет Легче Потому что Под этой Кардиофобией Скрывается Опять Эта самая Тема Есть совершенно Неосознаваемая Проблема Как внутренне С Некоторыми Обстоятельствами Жизни Которые Я не могу Разрешить В себе У меня Нет на этого Решения И Я Испытывая Вот это Самое Напряжение Выполняю Функцию Доминанты То есть Я как бы Смещаю Своё Внимание На Некую Косвенно Другую Проблему Со здоровьем Нежели Решать вопрос Тот В быту Который Я решить Не могу А почему Кардиофобия Потому что Боюсь Умереть Как бы Да А если Я умру То что То я не сделаю То что я Должна Сделать Должна Я там Ну к чему То есть Тут очень Интересные Взаимосвязи Просто Как Вы должны Сейчас понять Как это Формируется Что в ваших Навязчивых Ритуалах И действиях Нет ничего Смертельного Вы даже Во всем мире Не будете Ограничены Ни в чем Чисто социально Да И в дурку Не загремите И с ума То не сойдете Но Просто это Приносит Некоторый Дискомфорт И если Это не лечить И запускать То Приносит Дискомфорт Достаточно Приличный Это по поводу Действий То есть Помним Да Что была Какая-то Есть проблема Которая Вызывает У вас Напряжение Эту проблему Надо найти Есть некое Действие Которое Закрепилось И вы Его повторяете А нужно Здесь работать Как Мишени терапии Мишени здесь Как С ритуалами Давайте Вот так Вот Центральная Тема конфликта Мука Есть еще Тело И вот Они Мишени Вот То есть Мишени Это Последующие Ритуалы Это терапевтическое Воздействие Сначала Мы работаем Мишенями По ритуалам Чтобы их Снизить Затем Если необходимо Мы работаем С вегетативным Напряжением Если оно есть Но в Эквэр Его меньше А затем Главная Мишень Это то Что это Вызывает Если Это Вышло Больше В тревожно Фобическое Или паническое То же самое У нас Мишень Вегетативная Мишень Сами Избегающие Агорафобические Проявления И мишень Внутренний конфликт Есть такой Пример Почему Нельзя Работать Допустим Если Брать Агорафобию Или Обсессивно Компульсивной Только Либо с Агорафобическим Избеганием Там Открытых Пространств Там Площадей Мостов Либо Только С ритуалом Навязчивым Почему Смотрите что происходит Давайте я вам на примере Агорафобии Сейчас покажу Тут удобнее Потому что Если Допустим Парень Но предположим Не мог Перейти через мост И Он Справился С этим Моментом Он Думает Что Вся его Проблема Была В этом Мосту Или В этой Улице В этом Там Метро А на самом деле Проблема Там Не там Это чисто Бытовая Проблема Которая Была Безусловно Но Вы же Поймите Что Это Родилось Как Что Была Центральная Тема Проблемы Где Когда-то Он Стал Испытывать Какое-то Действие Чтобы Облегчиться И Вот Он Крутился 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 В результате Пришел к тому Что Он Через мост Перейти Не Может И Проблема Не В мосту А Проблема Что Мост Это Одна Из Зон К Чему Он Как Выработал Рефлексорную Привычку Но Разрушив Один Рефлекс С мостом И Разрушая Эти Самые Рефлексы Вы Не Убираете Центральную Тему Которая Держит В напряжении Да Здесь Какое-то Облегчение Будет Временное Но Ненадолго Потому что Мосты Превратятся В другое Другое Превратится В третье Третье Превратится В восьмое Восьмое В девятое Потом Мосты Уйдут Будет Страх Сумасшествия Сумасшествия Уйдет Будет Страх Кого-нибудь Убить Страх Какие-то Опять Другие Моменты Что Я Сделаю Так То Тут Может Трансформироваться По-разному Главное Вот Сюда Вот Когда Вы Здесь Решаете Вопрос Вот Это Все Тухнет Уже И так Остается Только Это Добить То Понимаете Как Мы Лечили Эту Девушку С мукой Да С этой Частотой С руками Конечно Мы Работали С ее Ритуалами С ее Грязными Руками Там Она По Правильной Системе Работала Как Это Сейчас Она Работала С ритуалами И с телом Но Когда Мы Начали Вот Это Решать Вот Это Взаимодействие Композиции Оно Как раз И дает Результат Только Долбить Сюда Не даст Результата Или даст Но Краткосрочный Только Долбить В тело Бесполезно Ну И Только Долбить Сразу Путаться Продолбиться Во внутренний Конфликт Без решения Компульсии Да Ритуалов Тоже Невозможно У нее Она Не может Выйти Из дома У нее Там Это Поэтому Сначала Работаем С ритуалом Как Работать С ритуалом Да Смотрите Однозначного Ответа Сейчас Я вам Не скажу Не потому Что я Такой Плохой А потому Что Под каждого Васю Петю Машу И Сашу Мы подстраиваем Специальную Методологию Где мы Берем Все ритуалы Которые Есть У Человека Систематизируем Дробим Классифицируем И выстраиваем Каждому Свое Упражнение У тебя Получается Как знаете Кто кредиты У нас Берет У них Есть Такой График Платежей И Вот У Этого Метода Есть Такой Же График Тех Упражнений Которые Выполняет Понедельник Второй Сюда Четверо Пять На Субботу И там Все Эта Система Алгоритма Есть Ей Остается Только И И Следовать Вот Для Чего Нужен Психотерапевт Он Распишет Ей Правильную Методологию Работать Лично С ее Ритуалом Лично Под ее Личность Лично Под ее Обстоятельства Лично Под ее Уровень Страха Ее Уровень Аффекта И так Далее Когда Вы Здесь Понизится И она Уже Почувствует Уверенности Что У нее Справляется Вот Тогда Параллельно Уже Можно Щупать Вот Это И Проводить Аналогии Да Тут 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 А потом Аналогии Туда Откуда Это Откуда Это Откуда Это И Вот Оно Системная Работа Вот Так Это Выглядит Теперь По поводу Навязчивых Мыслей Или Обсессии Смотрите Что происходит Вот Это Был Ритуал Они Ходят Рука Об Руку Навязчивая Мысль У меня Что-то Будет У меня Что-то Будет И Я Что-то Сделаю И Тогда Мне Станет Легче Это Вот Оно А есть Когда Доминирует Навязчивая Идея Классическая История Я Сойду С ума Я Потеряю Над собой Контроль Я Значит Стану Убийцей Маньяком Педофилом Еще Кем-то И Вот Что Бывает Допустим Смотрите Вот Вам Человек Зовут Там Зовут Его Антон Да Предположим И Вот У него Есть Навязчивая Идея Что Я Стану Убийцей Я Стану Убийцей И Тут Еще Была Что Я Стану Больным Шизофренией Допустим У него Формируется Как УКР Блин Тут Сейчас Так Чтобы Не Видели У него Формируется Как УКР Он Говорит Я Боюсь Быть Убийцей Боюсь Стать Шизофреником Поэтому Я Буду Постоянно Перепроверять А что Я Делал В этих Местах А что Я Делал Там А не Убийца Ли Я А точно Я Сума Не Сойду А надо Спросить На форуме А надо Там Он Решает Постоянно Перепроверять Эту Мыслительную Жвачку Он Постоянно Навязчиво Крутит А точно Я Не Убийца Проверь А точно Не Убийца Проверь А точно Я Не Не шизофреник, проверь. А точно не шизофреник, проверь. И он будет в этом крутиться. Откуда это формируется, навязчивая идея, с проверкой? Тоже оттуда. Есть центральная тема конфликта, метафора которой преломляется в навязчивых мыслях. Просто тупо работать с навязчивыми мыслями мало. Вот так же самое. Сначала мишень мысли. Тут у нас долгий пласт когнитивно-поведенческой темы. Ритуалы-мысли, мысли-ритуалы, ритуалы-мысли, мысли-ритуалы. А потом мы поднимаемся в центральную тему конфликта, который, естественно, привязан и тянется шлейфом детские отношения. Потому что именно там формируются конфликты. Ну, там формируются зачатки. Потому что конфликт между чем? Помним, да? Конфликт у нас интерпсихический всегда между личностью и ситуациями, которые происходят в жизни. А личность-то формируется в детстве. Вы никак не можете личность оторвать от вашего детства. Вы оттуда все выросли. Фрейд это называл характером. Там такой характер, такой характер. Я это называю личностью. У этой личности есть определенные компоненты, из чего она складывается. Она складывается из отношений с мамой, отношений с папой, отношений мамы и папы между собой, отношений с бабушками, с сестрами, с дедушками, с братьями, и кумирами там, и планами, да? Вы это все помните. Или узнаете на новом сайте в этой методологии. И все это формирует личность, которая потом сталкивается с определенными ситуациями, происходит внутреннее напряжение. И вот тут уже во что у кого вылезет? У кого просто, как я уже показывал, в тревожной. У кого-то в обсессивной, компульсивной. У кого-то в депрессию, да? Ну, депрессия и другой механизм. Потом расскажу. Вот. И вот она такая петрушка у нас. Что я, убийца, буду проверять? Что я отрехаюсь? Что я мою руки? Вот. Еще раз. Как лечить? Первое. Понять, что от этого с ума не сойдут. Понять, что это один из видов неврозов. Второе. Понять, что это поддается терапии. Третье. Найти нормального психотерапевта. Подсказка коллегам. Сначала мы работаем с ритуалами. Затем мы, если нужно, с телом, с телом. Я имею в виду вегетативно. Не только там телесные практики, а провегетативно, если вегетатика присутствует. Если тут паника, тем более, если в структуре есть еще паническая компонента. Паническая компонента бывает, знаете, где? Вот как раз доминация обсессий. Когда есть настолько сильный страх, что я стану убийцей, потеряя над собой контроль, что вот здесь как раз паническая атака может быть как со-четаной составляющей. Что он настолько сильно боится потерять над собой контроль, что он теряет этот момент над собой некое, как бы ему казалось, самообладание. Он впадает в панику. И типа ему кажется, что это приступ потери контроля. Это не так. Вот этот момент, это просто навязчивый разгон страха. Страх опять адреналина. Ему кажется, что вот-вот я потеряю над собой контроль, и у меня сейчас шизофрения щелкнет. Но тут вы должны объяснить пациенту, что от этого шизофрения не заболевает. Даже если он будет очень хотеть и всей семьей просить, чтобы я заболел с шизофрения, он не заболеет. И просто он путает панический разгон с неким своим навязчивым страхом, что он заболеет. Поэтому, ребят, не бойтесь. Шизофрении вы не заболеете, с ума вы не сойдете, ничего не случится. Ваше расстройство изучено, оно достаточно систематизировано и классифицировано. Работа с ритуалом, работа с паникой, если в структуре есть, и потом мы переходим к решению внутреннего конфликта. Вот, что, какие могут быть дополнительные вопросы по ОКР? Какие тут могут быть дополнительные вопросы? Какие могут быть дополнительные вопросы? Я вот сейчас смотрю на схему, да? Ну, наверное, я все сказал, да, что самые частые вопросы, сойду ли я с ума, нет, не сойдете. Если в структуре есть паника, то вы принимаете это ошибочно за некое подтверждение, я вот-вот зайду. Давайте, наверное, чуть-чуть про сумасшествие и про психоз. Да, действительно, есть структура психозов, которая имеет невротические симптомы. Но вы должны понять, что мы все люди, как невротики, так и психотики, созданы из одного тела. У нас одна вегетативная система. Именно поэтому человек с неврозом имеет страх, тревогу, обсессии, компульсии. И также человек с психозом его может иметь. Разница большая. Что человек с неврозом тестирует реальность и отдает себе отчет, что какать в центре Макдональдса это плохо. А психотик не отдает отчет этому. Что невротик боится сойти с ума и боится потерять над собой контроль, боится принимать таблетки, Боится это, боится то, боится того, боится сего, потому что это повлечет неминуемую смерть, позор, гибель и так далее. А психотик боится этого, потому что его разорвут инопланетяне. Дарт Вейдер сделает ему ректальное исследование. Инопланетяне его похитят. Он не станет президентом. Навязчивая идея психотика, что я боюсь стать убийцей, я боюсь стать маньяком, и это будет ужасно, только бы этого не случилось. А психотик будет бояться того, что он уже им стал, или что он родил 8 богов, они вышли через рот, через анальные отверстия. Один через уретру еле выпался. Другая поселилась у нее в известных местах. То есть, совершенно разные по структуре своей жалобы, как бы схожи, потому что психически это аппарат один, а их функциональность и их адекватность совершенно разные. Поэтому, еще раз, для тех, кто боится, если вы боитесь сойти с ума, если вы боитесь потерять над собой контроль, если вы боитесь шизофрении, этого нету. Потому что, посмотрите, вот ролики в ютубе, вконтакте, там, есть там несколько роликов, я их как-то выкладывал, там, Наташа, морская пехота, разные рода проявлений, да, шизотипичного и этого, как его, галлюцинозов, бредового расстройства, паранояльного расстройства, преследования, инопланетяне за мной, там, и так далее. Вот оно, они абсолютно уверенно рассказывают, что 5-й отдел ФСБР, ФСК следит за ним, они его прослушивают, а вон за ним идет шпион. А невротик боится, что вдруг я умру, он боится реальности, понимаете? А психотик боится уже чего-то такого. Есть эпохондрическая структура, допустим, эпохондрическая структура в неврозе-психозе, да, допустим, есть невротическая такая тема эпохондрия, когда человек постоянно ищет в себе какие-то навязчивые заболевания. То него голова, то него это, то него пятая, то него десятая, то него это, 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 и нигде он не может найти болезнь. Вот это невротическая тема. Но он ищет болезнь и описывает соматизацию симптомов как-то нормально. Тахикардии, экстрасистолы, как бы замирает сердце. Ну, функциональные жалобы описывают естественные. А психотик в структуре эпохондрической темы. У меня под кожей ползают там тараканы, червяки, у меня шевелится мозг, там у меня под кожей в мозгу бегают там жуки, я их чувствую. То есть это уже из истории галлюцинозов, да, есть классификация психиатрическая. Вот телесные такие проявления. Поэтому не путайте, пожалуйста, что невроз, если вот это можно перейти, если не лечить паническую атаку, можно заболеть шизофренией, если не лечить это, можно это. Нет. Это немножко разные вещи. К этим проблемам психотического уровня не приходят из-за вот этой проблемы. К ним приходят совершенно по другим причинам, которые не связаны. С тем, что у него панические атаки, и вдруг так оно потом случилось. Если бы панические атаки, ОКР и так далее и тому подобное было бы опасно психозам и шизофрении, или, допустим, паническая атака и т.т. т.т. невроз были опасны бы смертью и шизофренией, ну что бы, скорая бы уезжала бы от вас? Вас бы госпитализировали, закрывали, лечили, чтобы только сохранить популяцию. Потому что иначе мир бы давно сошел с ума. Неврозы – первое заболевание на планете, но, как видите, никого нигде не закрывают. Почему? Потому что они безопасны для социального поведения и здоровья. А вот психозы нужно закрывать, потому что мы видим социальную агрессию на тему потери контроля. Вы что думаете, Брейвик боялся расстрелять народ? Он шел и делал это с удовольствием. А невротик боялся бы. А вдруг я смогу? Ну, я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос по поводу сумасшествия и страхов. Хочется что-то еще вам рассказать, как-то мне это. Не удовлетворен я. А, точно, Антон, тебе привет еще раз. Мы сегодня с тобой занимались, и ты меня натолкнул на мысль. У меня есть файл занятия сегодняшнего. Смотрите, что я ему сегодня рассказывал. И мы с вами сказали, что если я буду ролик снимать, я это расскажу. Смотрите, как понять вообще концепцию невроза, чтобы вам это было очень прикольно. Получилось сделать такую схему, которую я показал Антону. Это одна из схем методологии, которой я объясняю происхождение невроза. Почему Вася болеет, а я не болею. Или наоборот, я болею, а Вася не болеет. Смотрите, что происходит. Есть ваша личность. Допустим, можно я вашу личность назову личность королукой? Или яйцом? Вы не сильно обидитесь, если я вас назову яйцом. Я тоже яйцо, не обижайтесь. Значит, вот есть некое яйцо. Это ваша личность. У этой личности, благодаря формированию в детстве, есть некоторые слабые ахиллесовые питы. Такие, знаете, слабые звенья в психике. Слабые места. Такие уязвимые, да, я бы так это назвал. Вот это вот так вот выглядит. Смотрите, что происходит. Почему я назвал проект невроза мегаполиса? Потому что если вы живете, допустим, на острове Антигуа, а теперь представьте себе Вселенную, а вы это яйцо космическое, которое летит по галактическому пространству. Но у вас есть некие слабые места, благодаря вашему детству. Если вы живете на острове Антигуа, то, наверное, вам встретится примерно там одна проблема из тысячи. Назовем это астероидом или метеоритом, чтобы для понятия, да? И вот, если вы на острове Антигуа, то, скорее всего, вы встретите там один метеорит на сотню тысяч километров. Потому что там меньше проблем, меньше суеты, меньше людей вообще. Если вы живете уже где-то ближе к цивилизации, то, наверное, вы встретите большую пропорцию метеоритных дождей, которые могут попасть в ваш летающий корабль, и вы сможете не сманеврировать, и он как-то куда-то попадет. И, может быть, пропорция там один к миллиону, он что-то вам сделает. А вот если вы ближе к мегаполису, вы в деревне или еще хуже в городе, а если еще хуже в населенном городе, и чем ближе вы к мегаполису, где проблем-то много, конкуренция, амбиции и так далее, вот тут у вас по теории вероятности влететь в этот метеоритный поток, в котором вы, собственно говоря, и находитесь, не то чтобы есть риск, а вы априори тут. И вот тут вопрос, что у вас по любас попадают метеориты, по-любому, но невозможно. С Лекрасиковым вы занимаетесь, с Фрейдом вы занимаетесь, они по любас попадают. И вопрос только в том, у кого какая здесь, как говорится, у кого крепче яйца. Да, у кого яйца имеют определенные, больше уязвимостей, те, скорее всего, быстрее вылетят в невроз. Если еще и маневрировать тяжело получается, еще и больше больных мест психики, то это просто, ребята, вопрос времени. То есть, если вы летите в мегаполисе с больным, простите, яйцом, которое сформируется в детстве, то по любому неврозам заболеете. Если яйцо крепкое, и психика человека с детства сформируется без проблем, а Фрейд говорит, что такого не бывает, то почему неврозов увеличивается? Потому что плотность метеоритного потока, грубо говоря, проблематики, увеличивается. А яйца, что вы думаете, здоровее становятся? Понятна метафора, что я про яйца говорю, что это личность, у которой есть больные хелесовые питы. Яйца здоровее не становятся. Посмотрите на репродуктивку, как люди не беременеют, как они там, что происходит, как они воспитывают детей. То есть, личность крепче не становится. У меня есть такое чувство, что уязвимостей становится больше, и метеоритов становится больше, и вот вам геометрическая прогрессия. Проблема в том, что лечить это мало кто может, к сожалению. Вот эта метафора. Понятно, почему я назвал мегаполисы, и у кого какие риски? Риски стопроцентные. Если яйцо повреждено, если вы живете здесь и живете в этом ритме, то вариантов нет. Вам по-любому нужен психиатр, психоаналитик. Ой, простите, психиатр. Психолог, психотерапевт, лично хотя бы раз в неделю, раз в две недели, чтобы вот залатать максимально эти дыры, особенно если вы менеджер, если вы топ-менеджер, если вы руководитель, если вы бизнесмен, предприниматель. Вы по-любому в это влетите. И даже если вы будете спать с пятью мобильными телефонами и с планшетом, вы тем более в это влетите. И по-любому придете в кабинет психотерапевта или психолога, но после, когда вас уже как лимон выжмут, и вы на работу уже дойти не можете, потому что вас накрывает. Лучше прийти в кабинет психолога до этого. Дешевле будет и сохраните бизнес и работу. Я надеюсь, что ролик был для вас полезный. Ваш Алексей Красиков, канал Невроза Мегаполиса. Увидимся, скорее всего, уже, наверное, на новом портале. Буду рад вас видеть. Но впереди еще анонс вебонара с Александром Абрамовичем. После Александра Абрамовича будут другие специалисты. И будет очень интересно. Спасибо за внимание. До встречи. Счастливо. Продолжение следует...